Здравствуйте! На телеканале «Просвещение» в прямом эфире программа «Высшая школа». И мы ее ведущие Ирина Федорова и Владимир Косинчук. Сегодня наш выпуск необычный. Мы работаем из телеистории Башкирского спутникового телевидения. Славный город Уфа, столица республики Башкортостан. Принимает у себя в гостях телеканал «Просвещение». И специально для зрителей телеканала «Просвещение» наши коллеги приготовили небольшой информационный сюжет о самой республике Башкортостан. И мы предлагаем вам посмотреть его. Внимание на экран. Республика Башкортостан. Один из ведущих экономически развитых регионов Российской Федерации. Башкортостан. Расположен на Южном Урале. Площадь 144 тысячи квадратных километров. Население более 4 миллионов человек. На территории республики встречаются Европа и Азия. Этот фактор влияет как на особенности ландшафта, так и на этнический конфессиональный состав населения. Уникальные природно-климатические условия. В Башкортостане есть и горы, и степи, и леса, и реки, и озера. Это один из немногочисленных субъектов, доноров бюджетной системы страны. Республика по сумме налоговых сборов входит в десятку субъектов федерации, которые пополняют две трети доходов федеральной казны. По объему валового регионального продукта республика входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, лидируя по отдельным ключевым показателям. Объем валового регионального продукта составляет в последние годы около 750-800 миллиардов рублей ежегодно. Среди флагманов промышленного производства в республике Башкортостан акционерная нефтяная компания «Баштнефть», добывшая с начала своей деятельности, с 30-х годов прошлого века, более полутора миллиардов тонн нефти. В настоящее время акцент смещается в сторону не добычи, а переработки углеводородного сырья, в том числе завозимого из-за пределов республики. Ежегодно мощный нефтеперерабатывающий комплекс региона может осваивать до 60 миллионов тонн сырья. По объему переработки нефтяного сырья к производству светлых нефтепродуктов Башкортостан занимает первое место среди регионов России, перерабатывая каждую восьмую тонну российской нефти, производя каждую пятую тонну автомобильного бензина и каждую шестую тонну дизельного топлива. Башкортостан по праву является одним из признанных культурных центров страны. Сегодня в республике работают 12 государственных театров и 4 филармонии. Культуру Башкортостана невозможно представить без ее народных писателей и поэтов. Башкирская литература связана прежде всего с именем великого Мустая Карима. Его произведения переведены на многие языки мира. Национальный герой башкирского народа Салават Юлаев также известен своим поэтическим наследием. Его стихи проникнуты любовью к родному краю, искренним желанием лучшей доли для простого народа. Важную роль в развитии и обогащении языка башкирской литературы сыграло творчество Мефтахидзина Акмулы. Наследие поэта оказало значительное влияние на развитие казахской, татарской и других тюркоязычных литератур. Башкортостан – мультиэтническая и поликонфессиональная республика. Здесь в мире дружбе проживают представители более ста национальностей. Органы государственной власти большое значение придают взаимодействию с национально-культурными центрами. В республике действует более 60 национально-культурных центров. В дорогу нас позвало событие, которое напрямую касается программы «Высшая школа». Сегодня в республике Башкортостан прошел традиционный республиканский педагогический совет. О его итогах и также о республиканской системе образования мы поговорим сегодня с гостями в студии. Знакомьтесь. Министр образования Республики Башкортостан Альфис Софьянович Гаязов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Президент Российской академии образования Николай Дмитриевич Никандров. Вечер добрый. Добрый вечер, Иван. И ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Мурат Бакеевич Гузаиров. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотела обратить внимание наших телезрителей на то, что наша беседа проходит в прямом эфире. И вы, уважаемые телезрители, можете принять участие в нашей беседе. Жители Республики Башкортостан могут позвонить по номеру 8-347-273-03-51, а жители Москвы и Московской области по телефону 8-495-724-78-44 номера на ваших экранах появятся еще не раз. Так что вы успеете их записать. И уверена, что на все ваши вопросы наш уважаемый гость обязательно ответит. Ну и первый вопрос у нас к Альфису Софьяновичу. Тема нынешнего ученого форума «Динамично развивающее образование в Республике и стабильно развивающийся регион». В чем суть такого девиза? Да, мы хотели связать два очень важных момента в развитии общества. С одной стороны, хорошо поставленное образовательное дело, хорошо развивающееся образование, динамично развивающееся образование является залогом успешности развития и, конечно же, стабильности любого общества. В то же время существует и обратное влияние. Это при очень хорошо стабильно развивающемся обществе достигаются вот как раз динамические показатели развития образовательной деятельности и системы образования. Вот этот лозунг, этот девиз в этом году как раз отражает все наши ожидания и, конечно же, является основой для анализа нашей деятельности и дальнейших шагов. — Альфин Софьянович, вот нам известно, что в этом году этот педсовет прошел в новом формате. Сначала такая вот выездная часть и затем пленарное заседание, но на пяти, если не ошибаюсь, дискуссионных площадках. Скажите, почему была выбрана именно такая форма проведения педсовета? — Да, мы решили пойти на этот небольшой, а может и большой эксперимент в связи с тем, что нам хотелось узнать мнение участников совещания по тем вопросам, которые мы сегодня выставили на обсуждение. Да, на самом деле прошло пять обсуждений на пяти дискуссионных площадках. На первой площадке мы рассматривали вопросы внедрения новых федеральных образовательных стандартов. Как известно, в этом году с первого класса они внедряются. На второй площадке мы рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших детей. Эта проблема, вы знаете, очень серьезная сегодня. И здесь же на этой площадке были рассмотрены вопросы, связанные со здоровьезберегающими технологиями. К сожалению, эта проблема тоже очень актуальна не только для нашего региона, но и для всех регионов. На третьей площадке мы обратили особое внимание на создание вот такой гибкой системы управления образованием. Вы знаете, что во всех регионах идут оптимизационные процессы. К сожалению, сокращается и количество школ, и других образовательных учреждений. Вот в этих условиях нужен какой-то подход, который обеспечит существование оставшейся и развивающейся системы. Мы предлагаем вот такую форму, которая приобретает некую форму трансформера, когда, значит, при необходимости в одной стороне мы с одной стороны будем увеличивать, менять, трансформировать имеющееся положение. При достижении определенных результатов, естественно, это станет основой для дальнейшего движения вперед. Следующая площадка была связана с деятельностью профсоюзных органов. А еще одна площадка, конечно же, это профессиональное образование, начальное, среднее, высшее профессиональное образование, проблемы и решения. Я должен сказать о том, что на всех дискуссионных площадках, кроме этого, рассматривался вопрос, связанный с обсуждением нового проекта, нового закона об образовании. На площадках, на самом деле, состоялся очень серьезный разговор, и многие предложения, решения, они были нами зафиксированы. И часть из них мы использовали для рекомендации по общему, по общей части нашей конференции, нашего совещания. Часть, конечно же, напрямую пойдет на исполнение. Пленарная часть, она прошла сегодня при стечении, скажем, очень большого количества людей. Это практически все руководители образовательных учреждений, это главы муниципальных образований, администрации районов и городов. Это и заместители, которые курируют вопросы, связанные с образованием. Вот я думаю, что все участники сегодняшнего нашего совещания, они были активными участниками, на самом деле, этого слова, и они не остались безучастными. Николай Дмитриевич, вы сегодня тоже выступали на пленарном заседании, и ваше выступление произвело фурор, не побоюсь этого слова. Вы говорили о социализации молодежи. Поясите немножко нашим телезрителям. Традиционно очень многие понимают так, что все дело в воспитании. Вот есть школа, а до нее еще детский сад, есть вузы, есть другие учебные заведения, и в них занимаются специально воспитанием, помимо образования, конечно. На самом деле, есть гораздо более широкое понятие социализации, то есть влияние жизни во всей ее полноте. И вот если проанализировать все то, что в социализацию входит, это и сама система образования, конечно, туда входит, и культура во всем ее разнообразии, прежде всего массовая культура, поскольку высокую культуру потребляют по статистике менее 90%, менее 10% нашего населения. Реклама туда входит, в общем, очень много что. Если проанализировать тот общий посыл, который идет со стороны этих средств социализации на молодежь, не только на немолодежь, но и на всех нас, но прежде всего мы говорим сейчас о молодежи, то оказывается, что создается очень несимпатичный образ нашей Родины. Разумеется, всегда можно найти пример действительных наших недостатков или мнимых недостатков, сомнений в этом нет. Но это делается концентрированно, иногда неумело и непреднамеренно. Какие бы примеры вы могли привести конкретные, что бы вы могли бы рассказать более подробно, что наглядному телезрителю показало, да, вот эта вот ситуация, она негативно влияет на подрастающее поколение? Ну, видите, чтобы показать это наглядно, то же делать то, что я делал на самой конференции. Я показал слайды различных произведений рекламы. Ну, например, полтора миллиона школьников два года назад на своих тетрадках, которые им мама с папой купили, получили такой посыл, написана реклама. И не сомневайся, даже отдых кайф, учеба лажа. Это на школьных тетрадках? Это на школьных тетрадках. Это не где-то на листовочке, это именно на школьных тетрадках. Понятно, какое влияние получили и какое вливание, если хотите, получили вот эти полтора миллиона ребят. Но, может, кому-то повезло, в кавычках, и он получил сразу десяток таких тетрадок, один и тот же человек. Но я обедно называю общую цифру. Скажем это. Или другое. Сфотографирована детская игрушка. Называется «Медведь-дьявол в накидке с сердцем». Для русского, русскоязычного, вообще российского ребенка, медведь – это медвежонок, хороший, добрый зверь. Понятно, что речь идет не о зоологическом понимании этого дикого животного, а вот такое игрушечное. Там ему приделали рога, написали здесь «little devil», по-английски «маленький дьявол». Ну и, соответственно, вот ребенок, который получит такую игрушку, он получает полностью искаженное представление о том, что такое вообще добрая, хорошая российская давняя игрушка – мишка. Потом, если взять те слова, которые человек слышит, в том числе и из средств массовой информации, и из книжек, то тоже возникают всякие мысли. Ну, например, есть книжка «СМС-ки для мальчиков и девочек». То есть, если у тебя мозгов не хватает своих, ты можешь своей подружке или там мальчишке послать «СМС-ку из этой книжки». Что там можно написать? «Наша Таня типа плачет, уронила типа мячик. Вот бы ей прикинуть дури, не утонет он в натуре». Поколение постарше – не вот такое, конечно. Понятно, да. Мы как бы воспринимаем это адекватно. А молодежь, да. Ребята думают, что это, в общем, так и надо. А на самом деле все было совсем по-другому. Но эти примеры очень многочисленные. Я их специально показывал. И я считаю, очень хорошо, что президент республики, ну, во-первых, хорошо, что он все это вел вместе с совместителем председателя правительства. Не всегда бывает так, что первое лицо в регионе ведет это в присутствии председателя и зампредседателя правительства и министра образования. Да, и Рустам Хамитов в заключительном слове своем сказал, что он создает рабочую группу по… Да. Ну так вот он сразу, иногда говорит Мальдуш, усек. Он сразу понял, о чем идет на самом деле речь. И дал соответствующие поручения и министерству. И предложил всем подумать над этим вопросом социализации. И я возлагаю на это определенные надежды. Николай Ильич, ну что значит подумать над этим вопросом? Извините. Это значит запретить, ввести жесткий контроль, надзор? Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Конечно, всякие запреты. Запреты плохо воспринимаются. Но я бы вот на что обратил внимание. Ведь мы не одни на планете. Есть другие развитые страны. И мы – развитая страна. И в других странах есть, в общем, очень жесткие запреты. И жесткие меры принимаются, когда вот подобного рода вещи возникают. Ну, например, есть во Франции закон об использовании. Не о защите, как иногда говорят, а об использовании французского языка. И в частности, если какой-то кинотеатр показывает больше иностранных фильмов, нежели французских, кинотеатр может иметь неприятности. Обратите внимание, какие жесткие меры были приняты после недавних беспорядков в Лондоне. Совершенно беспрецедентные для Англии меры и в массовом порядке. То есть, я думаю, мы иногда излишне боимся в тех случаях, когда... Нас же будут обвинять, что мы нарушаем демократию. Будут, конечно. Тем более у нас есть в Конституции хорошие и нужные, но неоднозначно, скажем так, понимаемые статьи о запрете цензуры, о идеологическом многообразии. Но нам нужно подумать, что для нас все-таки приоритетно. Чтобы нас, скажем, соответствующие международные организации пустили на почетное, в кавычках, сотое место по уровню свободы. Ближе к первому месту они никогда нас не пустят. Я вас уверяю совершенно точно. Или нам важнее, чтобы молодежь наша действительно была по-доброму настроена к стране и другим людям. Вот я думаю, что это второе важнее. Спасибо. У меня вопрос к Мурату Бакеевичу. Вы возглавляете вуз, который по-настоящему является опорой современной России. Авиационный институт, университет, извините. Скажите, пожалуйста, в этом году все бюджетные места были заняты абитуриентами? Все поступали на бюджетные места? Или у вас остались, как в печати говорится, незанятые бюджетные места? Конечно, никаких незанятых мест у нас нет. Мы полностью набрали абитуриентов. С 1 сентября у нас будут полностью укомплектованы все бюджетные места студентами. Но вы единственный вуз, который обеспечил загрузку по бюджетным местам? Нет, в Башкирии все наши вузы обеспечили загрузку. Скажите, пожалуйста, Мурат Бакеевич, педагогический совет, который сегодня прошел, он для вас, как для ректора вуза, чем был интересен, полезен? Информацию, которую вы хотели, быть может, получить, вы там получили? Вы знаете, самое первое и самое главное, наверное, то, что мы все-таки привыкаем, это наши учебные заведения профессионального образования разного уровня, мы привыкаем работать вместе. Как в одной команде? Мы уже работаем в одной команде. Мы, в общем-то, работали очень долго в этом году над программой развития профессионального образования республики. И она была 8 июля утверждена на создании правительства. Вот мы уже отработали там вместе, дружной, единой командой. И вот мы сейчас начинаем работать вместе, потому что вопросов очень много общих. Нам их решать все равно в одном направлении, с теми же работодателями. Поэтому надо потихонечку привыкать работать вместе. Альфий Суфиянович, скажите, пожалуйста, сегодня на пленарном заседании прозвучали цифры, связанные с абитуриентами. Все-таки не изменилась ситуация, когда молодые люди поступают на экономические факультеты и не идут на технические. С чем это связано? Да, к сожалению, такая ситуация существует. Мы это называем определенного рода перекосом, не только на экономической специальности, но и на юридической специальности. Все еще по традиции очень большое количество наших выпускников идут. Вот мы посчитали у себя, где-то в ближайшие годы вот это количество даже увеличивается, где-то полтора раза почти. К сожалению, это приводит к избытку специалистов на рынке труда. Довольно, ну, определенная часть этих выпускников не доходит до работы, и нам приходится их переучивать и принимать другие меры. Я думаю, что здесь причина, прежде всего, в том, что вот у нас население не видит, каковы сегодня насущные, хорошие, нормальные потребности и в каких профессиях. Вот для того, чтобы вот каким-то образом пресечь вот такие вот неправильные действия, мы в республике идем по другому пути. Под егидой Министерства экономического развития определяются потребности в кадрах на ближайшие годы. Это первые еще наметки, мы начали это делать. Но я не хотел бы сказать, что ситуация полностью выправляется, но последний год вот на 0,4% изменения уже есть, уже больше пошло. Это как бы появляется госзаказ на специалистов. И спускается как бы сверху, да, сколько нужно подготовить тех или иных специалистов для промышленности. Я правильно вас понимаю? Это не госзаказ, это наметки. Госзаказ, вот как такового госзаказа, твердое количество людей, конечно, этого быть не может. Почему? Потому что сегодня работодатель выбирает, есть выбор. Среди выпускников очень большое количество, мы сказали, вот свободных. Понятно, что при достаточно хорошем выборе речь вести о госзаказе, о твердых цифрах нельзя. И поэтому вот такая работа ведется, и мы еще надеемся, что вот развивается профильная система в школе, профилизация, конечно, приводит к определенным результатам. Вот посмотрели еще такой анализ, сделали и посмотрели на результаты. У нас за последний год где-то 14% наших школьников, вот увеличение на 14% школьников, которые пошли именно по выбранным профилям в дальнейшем после завершения школы в вузы. Это, ну я бы не сказал, что это прям уже революционный шаг, но в принципе это уже показывает, что такая работа возможна, и мы можем продолжать эту работу. То есть это наличие тех колледжей, которые непосредственно работают с вузами. Речь идет не только о колледжах, но и о системе высшего образования. Что касается колледжей, конечно, да, здесь мы пытаемся идти по пути интеграции. Интеграционные шаги, они уже сделаны. Мы объединяем на очень хороших началах, на интеграционных началах, значит, начальную систему образования, учреждение начальной системы образования, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования. Мы уже определили принципы, принципы должны быть очень жесткие. Почему? Потому что в принципе система начального образования, в том виде, в котором сегодня существует, она может существовать, но все равно нужны какие-то модернизационные мероприятия, оптимизационные мероприятия. Мы хотим создать в объединенной структуре новую возможность получения при желании рабочих специальностей со студентами высшего звена или, наоборот, по завершении начального или среднего звена, чтобы наши студенты могли пойти в ВУЗ и получить высшее образование. Вот такая система выстраивается, и, в принципе, у нас некоторые ВУЗы по этому работают. Что касается системы начального и среднего профессионального звена, там тоже у нас есть уже интересные примеры, которые показывают на действие, на реальность того, что я сказал. Предлагаю немного прерваться в обсуждении серьезных вопросов, посмотреть не менее серьезный уже видеосюжет, который подготовили наши коллеги из Башкирского спутникового телевидения, очень оперативно причем приготовили, как раз сюжет о поездке, которая и была первой частью педагогического совета сегодня. Внимание на экран. В санатории прямо в школе. Здесь ученики могут получить не только знания, но и здоровье. Вот уже несколько лет 155-й лицей сотрудничает с одной из городских поликлиник. Президент республики поинтересовался конкретными процедурами для школьников. Русте Мухаммитову рассказали. Для детей и ЛФК, и массаж, и соляные шахты. Если школа стоит условно 300 миллионов, еще 15-20 миллионов добавить, ну что это 15-я часть, 7-8, ну пусть даже 10 процентов, это все равно себя оправдывает. Оздоровительный курс школьникам необходим. В лицее 98 компьютеров. Обучение проходит с использованием инновационных технологий. Нередко организовывают видеоконференции с другими городами. В Москве, Екатеринбургом, Томском. Сегодня на связи Педагогический университет. Мы вас приветствуем. Педагогический университет. Как настроение? Школьники создают и собственные проекты. Один из них даже готовый реализовать в столичной мэрии. А девятиклассник Даниил Ветышкин рассказал гостям о своей поездке во Францию. В 2007 году лицей стал ассоциированной школой ЮНЕСКО. Спасибо. Кстати, в этой школе ученикам не понадобятся карманные деньги. У каждого школьника с 1 сентября появится вот такая карта, по которой ребенок сможет ходить в буфет и столовую. Даже если на карте закончатся деньги. Если, допустим, закончились средства на нем, все равно ребенок будет кушать. Учитель ведет свой журнал, ставит плюсики, отмечает. Как пополняют средства? Родители. Родители. Родители пополняют. Как обычную карту. Терминал, да? А вот школьные тренажеры у участников педсовета вызвали вопросы. Я смотрю, вот эти вот. Это все маленькое такое. Но это под детьми. Дети разные. Они сперва. Это же понятно, у них только маленькие дети. Но на современный спортинвентарь нужны немалые средства. Частному учреждению в этом плане проще. Они могут компенсировать затраты на тренажеры. Например, в этом реабилитационном центре есть все для всей семьи. Но самое интересное, сотрудники мудрились соединить школу и детский сад, нехватка которых ощущается до сих пор. Бассейн в детском саду сегодня явление достаточно обычное. Но здесь плавают не только дети детсадовского возраста, но даже груднички со своими мамами. На среде! К такому молодые мамочки уже привыкли. Из-за своих малюток не беспокоятся. Абсолютно не боимся, потому что ребенок должен гармонично развиваться, как психически, так и физически. А вода – это лучший тренажер для взрослых и детей. Бассейн особенно важен для укрепления здоровья детей. Так считают и сотрудники 32-го детского сада. Это учреждение совсем новое. Его построили меньше, чем за год. В садик вложили 156 миллионов рублей. И хотя его проектное вместимость 170 мест, воспитатели готовы увеличить эту цифру до 200. По санитарным правилам сейчас разрешено по площади набирать детей. Наши площади групповых помещений позволяют набрать чуть-чуть больше детей. Садик планируют открыть через несколько дней. За это время сюда завезут спортный инвентарь и детские игрушки. Сейчас посмотрели сюжет. Очень много молодежи, детишки, бассейны. Альфис Суфьянович, скажите, пожалуйста, какой процент от бюджета республики уходит на образовательную сферу? В общей сложности этот процент 29,9%. То есть одна треть. Одна треть. В суммарном исчислении это 37 миллиардов рублей. Из них очень большая часть направлена на строительство. Строительство, естественно, образовательных учреждений. В этом году специально выделяется 10 миллиардов на ближайшие два года по строительству дошкольных образовательных учреждений. Из них 9,1 миллиард в республиканский бюджет и еще оставшийся из других форм. И я думаю, что вот такое большое количество денег при очень хорошем и эффективном использовании, конечно же, позволяет нам стабильно развиваться и стабильно строиться. И при этом мы планируем в ближайшее время решить, где-то в ближайшие 34 года, решить, если не на 100%, но в принципе приблизиться к этому показателю по дошкольным образовательным учреждениям. Дело в том, что в этом году, в прошлом году и на следующие годы у нас очень хорошие показатели по демографии. Ну, один пример. В ближайшие 10 лет мы в старших классах потеряли где-то около 35%. Допустим, республика ежегодно выпускала где-то до 60 тысяч детей. Вот в этом году мы выпустили всего-навсего 29,5 тысяч. Это довольно сложная ситуация, но нас радует то, что вот у нас в этом году в первой классе уже идут 43,5 тысяч. Это говорит о том, что у нас очень хорошие показатели, и те же самые показатели, и вот по части дошкольного образования. У нас есть звонок в студию, давайте послушаем. Здравствуйте. Алло, добрый день. Простите. Я звоню из Московской области, мы теще. У меня вопрос, наверное, как всем. Как вас зовут? На каком языке преподают в образовательных учреждениях республики? Является ли башкирский язык обязательным в обучении? Ну, и дополнительно еще есть ли учебники для школьников, для студентов на башкирском языке? Спасибо. Спасибо большое. Я начинаю ответить. Конечно, конечно, отвечу. Я думаю, что, уважаемые наши телезрительницы, известно, наверное, что национальные республики имеют свои законы об образовании, имеется закон о языках народов, ну, в данном случае, республики Башкорстан, которые легитимны, которые отвечают всем требованиям сегодняшнего дня, они совпадают с теми законами, которые существуют на уровне России, в частности, с законом образования и, в частности, с законом о языках народов РФ. В соответствии с региональным законом есть возможность учиться на башкирском языке. Я должен сказать о том, что у нас обучение ведется на шести языках народов России, и как предмет, кроме этого, еще изучается 14 языков народов России. Мы вот такая полифоничная республика, на самом деле, в языковом плане у нас очень вот такая широкая палитра. Что касается учебников, да, на самом деле, сегодня разработаны учебники и по башкирскому языку, они соответствуют стандартам, они соответствующим образом проходят экспертизу, и мы работаем по ним. Спасибо. Не мог не задать вопрос о ЕГЭ. Первый вопрос. Были ли нарушения в вашей республике по сдаче ЕГЭ? Это первый вопрос. Но опять же к вам. Да, на самом деле, в этом году у нас были некоторые нарушения. Первые нарушения, вы знаете, о том, что очень много об этом говорили и в прессе. В одной из школ не хватило дополнительных бланков. Но это чисто организационный вопрос. Мы этот вопрос решили и будем решать. Больше такого не будет. Вот вторая проблема, немножко серьезная, вторая проблема была связана с тем, что 20 учеников наших выставили свои кимы в интернет. Правда, в интернете очень много было результатов и много было вот таких кимов, но, к сожалению, некоторые ученики, вот, видимо, не подумали, что по номерам можно определить, и они выставили, и по ним мы определили, и 20 учеников, кстати, их ответы были аннулированы. Если это обязательный экзамен, мы им предоставили возможность для того, чтобы пересдать. Если это по выбору, естественно, повторной задачи не было. И разрешите мне процитировать интервью, которое совершенно недавно дал Николай Дмитриевич одному средству массовой информации. Напоминаю, что сама идея ЕГЭ – это российское изобретение. Кто бы что ни говорил, в 1906 году министром просвещения в России был Иван Толстой. В своей книге «Заметки о российском просвещении» он писал, что не школы и не вуз должны решать, кому быть, а кому не быть студентом. Должны быть специальные комиссии во всех губерниях России, которые бы оценивали школьников независимо. Это продолжение темы ЕГЭ. К этому можно добавить по одной и той же программе. По одной и той же программе. Скажите, пожалуйста, президент Дмитрий Медведев заявил, что будет в скором времени организована публичная дискуссия о путях дальнейшего развития ЕГЭ. Что он имел в виду, на ваш взгляд, Николай Дмитриевич? Можно ли реформировать ЕГЭ? То, что имел в виду Дмитрий Анатольевич, надо спросить у него. Но я думаю, что реформировать можно. Я считаю, что ЕГЭ – это очень неплохая процедура для того, чтобы получить общее представление о знаниях наших выпускников школ. Но все-таки это будет объективное представление. А вот если ЕГЭ рассматривать как единственный фильтр между школой и вузом, то вот им, таким единственным фильтром, он, конечно, быть не может. Время эфирное дорого, но я вот хочу отдать один пример, который показывает, что многие, скажем, возражения против ЕГЭ не выдерживают критики, если даже вспомнить некоторые вещи. Я вспоминаю в своей практике студента, я кончал филологический факультет, и меня спросил экзаменатор на экзамене, каким путем, имея в виду одно произведение Герцена, каким путем письмо попало от одного человека к другому. — Понятно совершенно, что это, казалось бы, такой же неразумный вопрос, как вопрос о том, какого цвета должен был сюртук Чичикова. Ну, какая разница, какой сюртук. Но смысл в том, что этим проверяется очень важно, читал человек произведение или не читал. Это было в этом как раз такой смысл. Поэтому не все так легко понять. Но, конечно, недостатков ЕГЭ можно, и работать над ним нужно дальше. — Звонок из Москвы. — А, пожалуйста. — Прошу вас. — Говорите, мы вас слушаем. — Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как у вас решается вопрос трудоустройства выпускников вузов? — Давайте, Мурат Бакевич, к вам. — Как ваши выпускники устраиваются? — Авиационный вуз, и мы несколько специфические все авиационные вузы, мы очень тесно работаем со своими базовыми предприятиями. Вот по состоянию на 1 августа, я вот сейчас готовился к 1 сентября к своему традиционному выступлению на совете университета, по состоянию на 1 августа на бирже труда наших выпускников нет. — То есть они все трудоустроены? — Они все трудоустроены. — То есть вы ведете такую статистику, и каждый студент у вас под контролем. — А это знак качества вуза, если выпускники трудоустроены? Или о чем это говорит? — Наверное, определенные качества. — А с другими вузами как обстоят дела по трудоустройству? — В большинстве вузов такая же картина, слава богу, наши выпускники находят, но вот в той части, о которой мы уже говорили, это гуманитарные специальности, к сожалению, есть перепроизводство. Там есть определенные сложности, мы пытаемся их трудоустроить, мы пытаемся помочь в этом, но, к сожалению, перепроизводство дает о себе знать. — Скажите, пожалуйста, вы уже сказали, что у вас очень интересная система подготовки будущих абитуриентов к выбору профессии проводится. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какая-то информация на телевидении, в газетах, вот список, сейчас требуются вот такие профессии, молодые люди, идите и получайте именно такую профессию. Или, уважаемые родители, подскажите своим детям, направьте их вот именно в это русло. — Конечно, такая информация имеется, особенно к окончанию школы, это в марте, апреле, в мае у нас проводятся очень интересные выездные и прочие другие формы профориентационной работы. — У нас специальный автобус ходит, занимается этим делом, значит, в вузах проводятся ярмарки, вакансии, традиционные формы имеются и другие формы, которые сегодня работают. Но что касается рекламы или оповещения родителей, просвещения, может, даже родителей вот в этом плане, то, конечно, это тоже проводится. Проводится, но мы, наверное, ваш вопрос был связан еще с эффективностью. — Да, безусловно. — Эффективность, но не всегда, не всегда очень высокая, потому что, к сожалению, при выборе вуза, прежде всего, позиция не столько самого человека, молодого, конечно же, влияние родителей, влияние каких-то условий, это видение человека по той или другой специальности. Вот иногда в этом деле тоже существует своего рода перекос. — То есть, может быть, ошибочное видение результатов после окончания вуза по этой специальности. Но как на ваш взгляд, если, вот вы говорите, проводятся рекламные акции, да, вы пропагандируете те профессии, которые необходимы в отраслях, и все же молодые люди идут на те факультеты, которые, в принципе, после окончания которых молодой человек не может устроиться. Почему же все-таки это происходит? — Ну, происходит, наверное, еще и потому, что у нас вузы имеют определенные контрольные цифры, которые заполняются. Но я бы не хотел видеть здесь только что-то такое черное плохое. Дело в том, что получение высшего образования максимальным количеством молодых людей ведет к повышению образовательного ценза общества. Это вот как раз напрямую связано с тем, что говорил Николай Дмитриевич, относительно нравственности, относительно тех проблем, которые возникают в этом плане. Конечно, люди с образованием, наверное, в определенных ситуациях ведут себя иначе, чем другие. И поэтому на это явление можем посмотреть, мы обязаны, видимо, посмотреть еще с другой стороны. — Звонок из Эдмуртии. Давайте примем. Говорите, пожалуйста. — Мы слушаем вас. — Здравствуйте, меня Иван зовут. — Здравствуйте. — У меня вопрос следующего характера. Вы знаете, мои друзья, и в том числе и я, в свое время приехали, закончив вуз в своем родном городе. Как обстоят дела в Баршкирии? То же самое делают. Молодежь уезжает после окончания вузов. — Спасибо. Очень хороший вопрос. Спасибо большое. — Молодежь уезжает после окончания вузов из республики? — Ну и такой вариант тоже есть. Мы сегодня же не можем, допустим, только концентрироваться здесь, только в республике. И интересно еще одно. Вот по результатам ЕГЭ у нас очень большое количество выпускников школы поступает в вузы других регионов. В частности, это, конечно, и Москва, и Санкт-Петербург, и рядом лежащие большие города. Это тоже есть. И поэтому вот эту хорошую миграцию, естественно, мы и поддерживаем, и это должно быть. Потому что нельзя, наверное, давать хорошие профессии только у себя. — Но не обидно. — Но если очень хорошие абитуриенты уезжают, обидно. Вот один пример. Я думаю, что это будет интересно нашим телезрителям. В этом году среди выпускников по результатам ЕГЭ у нас всего на 29,5 тысяч выпускников 24 стобальников. И один из них, один из выпускников, получил дважды 100 баллов. Это Данил Галиев из города Нефтекамск. Конечно, мы бы хотели его в числе наших студентов. И любой вуз, наверное, с удовольствием взял бы его. К сожалению, он выбрал и поступил сегодня, и является студентом МГО. — Ну что ж, теперь нам приятно. — Успехов. — Мурат Бакич, да, вы хотели что-то сказать. — Если говорить о выпускниках все-таки вузов, то я бы сказал, что... Вы знаете, все-таки вот у нас в республике, вот если говорить о технических вузах, у нас два технических вуза, это нефтяной и авиационный. Я думаю, что те ребята, которые звонили из Эдмуртии, скорее всего, выпускники нефтяного. Потому что сейчас там достаточно развита нефтяная промышленность, а своих вузов в этом направлении у них нет. Поэтому там очень много уезжает выпускников нефтяного как раз. Дело в том, что мы вообще-то вузы федеральные. И мы, в общем-то, и призваны работать не только на регион, хотя в первую очередь работаем на регион, но мы работаем на всю страну. Поэтому наши выпускники нормально уезжают. И мы, в общем-то, имеем договора с предприятиями, уезжают и в Москву, в Подмосковье. То есть, выпускники наши работают по всей стране. Не так много, как было раньше, когда было это распределение. Но на самом деле, реально, очень много выпускников уезжает. Ну и гордо знать, что на этой точке, в этом городе работает наш выпускник. Точно так же, как у нас приезжают выпускники других вузов. Мы воспринимаем это спокойно. Мы знакомы с этой ситуацией, когда в каждом вузе практически есть портреты выпускников, которые добились в своей жизни каких-то высот. Ну вот привести можно пример. Вице-мэр города Москвы Андрей Шаронов, наш выпускник. Работает вице-мэр в Москве. Нормально. Совершенно верно. Очень приятно. Вы знаете, я хочу сказать, что наши коллеги, местные коллеги, неустой повторять, с Башкирского спутникового телевидения подготовили еще один сюжет, как раз по теме нашей беседы сейчас. Будьте добры, пожалуйста, сюжет нам. Внимание на экран. Более 10 тысяч первокурсников Башкортостана будут учиться в вузах на бюджетных местах. В этом году получить бесплатное высшее образование изъявили желание более 75 тысяч абитуриентов. Средний конкурс составил 9 человек на место. Переполненность рынка труда юристами и экономистами будущих студентов не напугала. Эти специальности вновь стали самыми популярными. К тому же, по словам специалистов Минобразования, в этом году наметилась тенденция увеличения желающих учиться в технических вузах. А вот количество гуманитариев, напротив, сократилось. На вторую волну вышли Башкирский государственный университет, Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Старатомахская государственная педагогическая академия. И вот сейчас мы подводим предварительные итоги. В общем-то, план бюджетный уже, можно сказать, выполнен. Те, кто не попал на бюджетные места, тоже смогли стать студентами, но только уже на платной основе. Спасибо. У меня к вам вопрос. Ну вот, сегодня тоже на пленарном заседании говорилось об этом, что у вас в республике было сокращено количество филиалов практически в два раза. С чем это было вызвано? Чем это было вызвано? И немножко расскажите об этом. Филиалов имеется в виду? Вузов. Вузов. Я бы не хотел сказать, что прямо такое сокращение произошло. Но вы все прекрасно знаете, что в 90-е годы, в начале 2000-х годов, было вот такое победное шествие всех вузов в регионах. И, ну, в определенных случаях, конечно же, не выполнялись соответствующие лицензионные требования, касающиеся и площадей, касающиеся и обеспечения студентов соответствующими учебно-методической литературой, компьютерной техникой и так далее. К сожалению, при несовпадении вот этих показателей с лицензионными требованиями, конечно, эти филиалы не могут существовать. Были и случаи, когда некоторые филиалы провинились с тем, что собирали завышенное количество денег за обучение. И такие случаи были. И понятно, что здесь нужно было, чтобы каким-то образом упорядочить эту работу. Вот такая работа проведена. Те филиалы, которые сегодня стоят на ногах, работают в достаточно хорошем, на высоком уровне, значит, они работают. А те филиалы, которые отнодневки, конечно же, они не могут претендовать на продолжение работы. Скажите, пожалуйста, вот эти филиалы, которые твердо стоят на ногах, они же все-таки создают конкуренцию вашим местным вузам? Ну, во-первых, мы работаем последние годы уже в условиях имеющейся конкуренции. И эта конкурентная работа, я не хочу сказать борьба, значит, вот состязательность, она существует и будет существовать. И для наших вузов, таких больших вузов, которые сегодня работают, я думаю, что конкурентная вот эта состязательность, она только в пользу, и от этого мы только выигрываем. На фоне реально, ну, я не хочу сказать плохо работающих, реально не дотягивающих до высокого уровня филиалов, конечно же, наши вузы, они имеют более высокую привлекательность. А сколько вузов на территории республики? Государственных 12. У нас имеется и негосударственный сектор вузы, и имеются, конечно же, те филиалы, о которых вы говорили. Ну, вот у меня вопрос в средствах массовой информации, часто говорится о демографическом яме, да, которая произошла в результате 90-х годов, когда меньше было новорожденных детей. Скажите, пожалуйста, на вашу республику это как-то повлияло? Вы можете сказать, что у вас есть проблемы с набором абитуриентов в 2011 году в связи с демографическим спадом? Ну, я думаю, что общее сокращение данной асамбле произошло, я об этом уже говорил, вот на примере выпускников и на примере первоклассников. Понятно, что сокращение выпускников ведет за собой сокращение количества абитуриентов. И такая яма, к сожалению, и у нас существует, и мы где-то еще 3-4 года будем выбираться. Можно мы сейчас приверем вас, звонок из Москвы? Да, мы слушаем вас. Алёна. Да, говорите. Добрый день. Добрый день. Значит, вот у меня вот такой вопрос. В Москве очень много государственных вузов, но помимо государственных вузов есть еще коммерческие вузы, после которых студенты не могут трудоустроиться. То есть очень тяжело. Есть ли в вашей республике такая проблема? Спасибо большое. Но, видимо, отличие подготовки в государственных вузах и в коммерческих разнится. Давайте мы закончим ответ на предыдущий вопрос и ответим на тот, который задал телезритель. Ну, в принципе, по первому вопросу мы уже завершили. Да, на самом деле, демографическая яма и ее влияние мы ощущаем. Но, в принципе, ближайшие 5-6 лет, и вот мы начинаем немножко подниматься. Вот еще один такой пример. Я назову ту же самую цифру, и я думаю, что телезрители в данном случае правильно поймут. И в первый класс у нас 43,5 тысячи идет. И вот сегодня девятиклассников у нас 43,5 тысячи. Тоже вот такое же количество. На второй вопрос, который телезритель задал. Да, на второй вопрос. Вот если бы я сказал о том, что где-то в каком-то вузе плохо обучают, и это влияет на что-то, и назвать при этом коммерческие или государственные, это было бы неправильно. Да, есть вузы, где есть определенные недостатки. Понятно, что такие вузы, которые в недостаточно хорошей степени готовят выпускников, конечно, они будут иметь проблемы, особенно по трудоустройству. К сожалению, эта проблема существует. Назовем ее всеобщей. Хорошо, Николай, спасибо большое. Николай Дмитриевич, скажите, пожалуйста, ведь вы же часто выезжаете в регионы. Ну, не сказал бы, что очень часто, но бывают. Ну, и все же, вот внедрение стандартов нового поколения, образовательных стандартов, вот каким образом оно идет сейчас по стране, и в частности в республике Башкортостан, где мы сегодня и находимся? В республике Башкортостан вообще не смогу сказать. И, кстати, вопрос Ваш касается стандартов школьных или вузовских? Вузовских, да. Это очень важный вопрос. Вузовских, да? Вузовских, да. Высшая школа вузовских. Ну, знаете, очень многие стандарты вузовские действительно утверждены, постепенно внедряются, но статистика я не располагаю. Знаю только, что общественный интерес в этом плане гораздо меньше, чем применительно к школьным стандартам. Это по понятным причинам. Так, потому что вуз идет все-таки меньшинство, хотя очень много теперь. Мы сейчас имеем более 400 студентов на 10 тысяч населения. То есть мы впереди большинства стран. Впереди большинства стран в этой части. Но говорить о том, что вузовские стандарты вызывают проблему особую с точки зрения их нежелания внедрять, я этого не могу сказать. Это идет все-таки спокойнее, хотя, может быть, мой коллега из ректора высшей школы может с этим и поспорить. Я знаю только, что если взять те данные, которыми я располагаю, и некоторую статистику, и публикации в прессе, конечно, в вузах это происходит уже спокойнее. Ну, подтвердите или опровергните? Вы знаете, на самом деле достаточно спокойно у нас в республике это происходит. Дело в том, что мы вообще-то, в принципе, на уровневую подготовку перешли достаточно давно. То есть мы готовили давно уже и бакалавров, и магистров. И наши бакалавры очень хорошо востребованы за рубежом. Я считаю, что если кто-то желает получить все-таки образование за рубежом, и есть такие возможности, то вот целесообразнее бакалавра получить в России, а потом магистратуру заканчивать за рубежом. То есть это, на мой взгляд, такое оптимальное. Ну, а если говорить о том, как относится население к этим новым образовательным стандартам, к уровню подготовки, вы знаете, вот очень интересно. Мы провели такой анализ. У нас в прошлом году было 46 специальностей в университете, в этом году осталось специалитета 9 специальностей всего. Так вот, конкурс на специальности специалитета оказался ниже, чем на бакалаврские направления. Не намного, но ниже. Мы это почувствовали. А вы сотрудничаете, да, с какими-то иностранными вузами? Да, у нас очень тесные взаимоотношения с зарубежными вузами. С какими? Ну, в первую очередь, мы очень активно работаем с Германией. Это технологический институт Корсруя. Это ведущий немецкий вуз технический. Мы очень тесно работаем с Дрезденом, Дрезденский технический университет. Ну и вообще, мы участвуем в программе Erasmus Mundus. То есть наш вуз в этой программе участвует. И в прошлом году, вот только из нашего университета, 38 студентов уехали для включенного обучения за рубеж. Там от трех месяцев до трех лет. То есть разные сроки обучения. В том числе, вот есть полная магистратура, допустим. И не могу не задать вопрос. Единый стандарт образования в России, он никак не нарушает суверенитет республики? В плане языковом? Потому что говорится как бы об этом в прессе. Конечно же нет. Единые, вообще образовательные стандарты, они какую цель имеют? Они прежде всего имеют цель создания единого образовательного пространства во всей России. И вообще, в принципе, с выходом за рубеж. Мы сегодня говорим и в европейском образовательном пространстве, и о мировом, наверное. И поэтому, значит, образовательные стандарты сегодня ни в коей мере не умоляют, не мешают развитию того, что вы сказали. Да, конечно, в новых стандартах образовательных, особенно в школьных, конечно же, нет регионального компонента. Региональный национальный компонент, который существовал, до сих пор он регламентировал каким-то образом те предметы, которые связаны с регионом, их преподавание, их место и так далее. Но когда мы говорим о региональном компоненте, на первое место, на самом деле, выходит проблема преподавания языка. Но в новых стандартах родные языки сегодня находятся в той части стандартов, которая неизменно, это федеральная часть и указанное количество часов. Понятно, что это указанное количество часов, два часа, будет даваться в полном объеме. А что касается тех предметов, которые связаны с регионом, конечно же, они в виде факультативов, в виде элективных курсов и так далее будут преподаваться. В этом смысле определенная свобода остается, и этой свободой, естественно, региону будет пользоваться. Ну, я могу добавить только что, в высшей школе у нас, наоборот, свобод стало больше. По специальным дисциплинам у нас, в общем-то, до 50% выбор вуза и абитуриента, ой, студента, прошу прощения. То есть, возможностей стало, наоборот, больше. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, как бы это было не печально. А вопросов еще много осталось. Вопросов много, и я думаю, что мы не раз еще с вами встретимся в этой прекрасной студии Башкирского телевизионно-технического центра. Да, мы благодарим за приглашение и радушный прием Республики Башкортостана лично президента Росте Мохаммитова и вас, уважаемый Альфис Софьянович, Мурат Бакеевич, Николай Дмитриевич, за участие и за открытый и честный разговор в нашей студии. И уверен, подобные трансляции из различных уголков страны станут для программы «Высшая школа» постоянными. И вы, уважаемые телезрители, сможете принимать непосредственно участие в этих проектах. И помните, если запастись терпением и проявить старания, то посеянные семена знаний непременно дадут добрые всходы. Учение «Корень горек» да плод сладок, сказал Леонард Довинчи. До свидания. Спасибо за участие в программе. Спасибо большое. И до встречи в эфире телеканала «Просвещение». Теперь уж к нам в гости. Будьте добры. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.